О работе спасателей сегодня расскажет Владимир Королёв. ЧП Дайджест далее в программе. В Берёзовском районе на пожаре спасли мужчину. Сильное задымление и едкий запах гари вынудили соседей набрать номер 101. Газозащитная служба в квартире обнаружила мужчину без сознания. Он находился в комнате у дивана. Спасённый был передан в руки медиков, которые констатировали у пострадавшего алкогольное опьянение и отравление продуктами горения. Предполагаемая причина возгорания – неосторожность при курении. Работающая стиральная машина стала причиной пожара в Славгороде. В момент возгорания дома никого не было. Хозяйка с детьми гуляла на улице. Кто-то из соседей заметил дым из окна и вызвал пожарных. Предполагаемая причина – аварийный режим работы электрооборудования. Судя по всему, в стиральной машине произошло замыкание. В Пинске спасатели утилизировали источник сильного излучения. Два цилиндрических предмета с маркировкой «Радиационная опасность» бойцы МЧС нашли возле мусорного контейнера в жилом районе. По предварительным данным, сюда опасную находку принёс один из местных жителей. Мужчина собирал металлолом, после чего складировал всё это дома. Осмотрев тщательнее цилиндры и увидев устрашающие надписи, Пинчанин выбросил источник излучения и позвонил в службу 101. Настоящая молочная речка появилась в Гомеле. Сейчас инспекция природоохраны и санэпидемстанции разбираются, кто слил отходы в воду, ведь ручей впадает в озеро, а это серьёзный ущерб природе. Неподалёку от места ЧП находится молочная фабрика, но руководство настаивает, что все отходы производства попадают в канализацию и очистные сооружения. Сейчас специалисты разбираются в этой ситуации, ведь подобные выбросы крайне губительны для водной флоры и фауны.